Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, на стримах вы меня часто об этом просили, чтобы я сделал это, во-первых, на стримах, но почему бы это не сделать в виде рубрики. Очередная рубрика стартует на моем канале, сегодня мы с вами стартуем с чемпионата Европы 2020, который будет проведен в 2021 году, но решили в честь, в дань, уважению этому турниру, в том, что у них юбилей, 60 лет, поэтому решили оставить такое же название, даже не меняя год. Вот такие вот настройки, потому что, я не знаю, стоит ли мне, правда, я не знаю, на звезде футбола, давайте попробуем, да, на звезде футбола, если что-то у нас не выйдет, если что, можем переменить, потому что, ну, я вроде как играю на лучшем игроке, вот, но мне уже трудновато, но здесь хотя бы это, да, реализм немножко посмотрим, меня тут смогут вынести, естественно, как вы уже поняли по названию, мы будем сегодня играть за сборную России. Вот она, наша группа, вроде как здесь все по-настоящему, как и в реальной жизни. Итак, это хорошо, что я решил группы проверить, здесь некоторые, вообще, Босния-Герцеговина участвовала, а не Словакия, а Северная Македония вообще была в группе F, а венгров вообще не было, поэтому я здесь все сейчас настроил, сверил, так что все, у нас вроде как нормальные группы, все как и должно быть, вот, мы выступаем за сборную России, ну что же, поехали, загрузочка, я надеюсь, быстро пройдет, и вот она, вот она наша презентейшн, ну, замечательное, замечательное все вот это вот сделано, мы это с вами вроде как видели, сейчас бы вспомнить, где, в какой-то карьере, ну, вроде как карьера за игрока, мы это с вами могли видеть, когда участвовали на чемпионате Европы, потому что не на стримовой карьере, не просто в какой-нибудь карьере мы это не могли с вами видеть, поэтому, скорее всего, это именно карьера за игрока. Ну что же, мы стартуем первый же матч против сборной Бельгии, ну, давайте посмотрим. Сборной я здесь, ну, как вы понимаете, ничего не менял, все как и осталось, так я и оставил, по факту. Так, слева у нас, слева у нас, я бы все-таки лучше бы Жиркова бы поставил, на самом деле, вот, в центре у меня Джики и Семенов, я бы, пожалуй, так это и оставил, вот, хоть там и по рейтингу Беляфи частиков повыше, но все-таки нет. Вот, так бы и все здесь делал. Дальше, Ионов справа, я могу Бакаева сюда справа поставить, потому что он левоногий неплохо бы, может быть, как-нибудь залетел Миранчук, Миранчук. Вот даже я не знаю, а кого здесь мне теперь ставить, там Миранчук, там, ну, вот Головина можно. Так, Миранчук 75-й становится, поэтому все, а лучше пусть Головин там будет. Значит, сюда я бы Аздоева поставил, вот. Ну и в центре нападения, естественно, Артем Дзюба, посмотрим вот таким составом, как мы вытащим или нет. Они, кстати, решили поставить Минювеле, а не Куртуа. Вот. Что насчет там исполнитель дальних штрафных, давайте у нас Аздоев 84 на дальних ближней штрафной. Ну, тоже будем смотреть по дистанции, ну, так Головины Миранчук, скорее всего, будет пробивать. Вот. Замечательное исполнение левого углового правая нога, а исполнение правого путь будет на Миранчук с левой своей ноги. Ну, исполнение пенальти здесь Дзюба, но почему-то у Миранчука выше, давайте все-таки я бы Дзюба оставил. Все. На этом мы с вами готовы, переводим время в следующий матч. Итак, Россия против Бельгии, первый тур чемпионата Европы, поехали. Итак, мы играем сейчас в Амстердаме, Йохан Кройф Арена, сборная России против Бельгии. Дзюба выводит в капитанскую повязку нашу сборную. Ну, что же, никакие там всякие вот эти настройки я не менял. Он у них карусель на фланге стоит, низкая линия защиты, но мы попробуем все равно. Я даже не знаю, давайте от обороны пока что поиграем. Дзюба. Так, а вот этот штрафной, это замечательно. На первых минутах я сейчас даже его пробить постараюсь, тем более там Миньо Леонид Куртуа. И вот первый опасный момент, Головин. Вспомнить ли сейчас Головин матч чемпионата мира? Давайте вот так как-нибудь. И попадает в голову Гицелю, но опасный, опасный, конечно, момент. На первых минутах сразу же решились. Ну, чуть-чуть не поднял мяч повыше. А так момент суперский был, но угловой перешагнул. Замечательно, Марио Фернандес. В центр на Дзюбу. И Дзюба! Нет, не забил, а. Вот как сейчас можно было не забить? И Дзюба, нет. Два момента сейчас было у Артема Дзюба, причем два без офсайдных. Но сейчас просто не получилось у Артема Дзюба даже в створ попасть. Я уже думал, там реально сейчас офсайдную нет. Как сказал арбитр, с левой ноги Дзюба даже в створ ворот не попадает. И все, уходим мы на перерыв против бельгийцев. По моментам три удара, два в створ. Неплохо на самом деле. Два даже штрафных смогли заработать. Неплохо. Так, три замены разрешено, три. Головин что-то вообще не готов, мы видим. Поэтому я даже не знаю, кого выпускать. Пойдет ли Ионов, не знаю. Чалов тоже как-то. Кудряшов вообще шестьдесят шестой. Так. Семьдесят четвертый, Жирков становится. Давайте Жиркова, наверное, на фланг поставили. Тогда Кудряшова выпущу вместо Головина. Ну посмотрим, посмотрим. Так. Так, ну это штрафной. Штрафной, ребята, на последней минуте матча. Посмотрим. Посмотрим, что нас сейчас будет ожидать. Но это как-то поближе, мне кажется, штрафной. Ой, так. И Кудряшов решается пробить. Почему так? Я не знаю. Давайте. Я Головина аж заменил, поэтому лучше пусть Миранчук. Так, а вот с этой ноги-то как надо вообще пробивать? Я вообще не знаю. Есть ли там правоноги какой-нибудь нормальный? Вот Бакаев тоже, кстати, левша, да? Понятно. Все, давайте заменил Чука сейчас пробьем. В надежде. Как-нибудь вот так. Удары попадают в голову, но и сразу же Миниеле в руки прилетает. И все. Пошел вынос и счет у нас 0-0. Но, честно сказать, я неплохо смотрелся на звезде футбола. Это максимальная сложность, которая мне пока что доступна. Вот. Поэтому мне понравилось. Мы выдержали бельгийцев. Вот. По владению, да, немножко дали им инициативу. Но смотрите, по ударам створа они один раз всего лишь за матч пробили. У них было 4 фола. То есть им приходилось фолить против нас. И 5 ударов, 4 створа от нас. Замечательно. 4 штрафных пробили. По пасам, да, они побольше, конечно, пасовались. Навесов было у нас, перехватов у них, как и отборов на один. Ну и 3 сейва от Симона Минюле. И лучшим игроком матча стал именно он. Спас свою команду. Вот. С одной заменой бельгийцы даже смогли как-то сдержать. Мы через центр пробовали атаковать. Они вот через правый фланг. Зона отбора мяча все для вас. И все. Переходим мы уже, получается, к следующему матчу, который будет у нас в следующем выпуске. Датчане 3-1 обыграли финнов. И сейчас занимают первую строчку. У нас, если не ошибаюсь, как раз... Нет, у нас с финном игра. Поэтому я надеюсь, у нас все с вами получится. Обязательно поддержите, ребят, этот ролик лайком. Я верю в то, что мы продолжим эту рубрику и не закончим на трех выпусках. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новости. видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok